Виноград проредила, поднормировала, о, уже заболел, и стали хоть вызревать. Виноградины стали расти, но надо его было подвязать еще. Вот кукурузка в жутких условиях, в бочечке. А под ней мята цветет, шиповник маленький. Черешня. Зато кукуруза хочет цвести. Вот она и появилась. Но только на одном штучке, стебелечке. Кукурузка портулак, съедобный у ней в ногах, как раз земляничным шпинатом. Вот земляничный у шпината. Сладкие ягодки, похожие по виду на землянику. Мангольд, картошка. И все это рядом с пионами. Другая часть мангольд. Канна. Канна цветет. И кабачки, картошка, подсолнечник, но еще не цветет. Мангольд с укропчиком. В общем, прикольный укропчик везде. И лебеда красная. А на заднем плане луки. Лук с лизун. Вот тоже лилия флешпоинт. Покупалась как восточная. Вот и урожай маминых кабачков. Ну, ей же было мало. Сколько-то? Двенадцати кабачков. Нет, девять. Одиннадцати. Она еще шесть пересадила, подсадила. Она же решила, что надо ей вырастить кабачки. Где там кабачок-то? А, вот кабачок зелененький. Тут вот. В общем, полосатый зеленый. Белый. И зеленый. Темно-зеленый. Под листьями. Не могу не показать урожай абрикоса. Вторая штука. На земле. Потому что на дереве вот такая жерделька. Его бесполезно искать. В этом году актинидия коломикта. Которая защищается цилиндром из бутылки от кошек. Кошки ее просто жрут. Ой, тлей сколько на розе. Надо брашкой опрыскать. Она полезла на окно. О, там цвела на верхних частях побегов. Завязала ягодки. И тут вот она называется киви. Наша дальневосточная киви. Но кошки лазают. И есть у ней листья. Как бы считается в народе по мужскому типу. С розовым окрашиванием. Вот. Красивые. Это доктор Шамановский. Считается, что это и женский, и мужской. И ягодки она даст. Раньше она давала ягодки. Пока не стали жрать кошки. 28 июля. После грозы. Магнолия сошла с ума. И цветет. Но цветы она не раскрывает. И вот где очищены цветочки. Шишечка может пенить. Все весенние шишечки отвалились. Вот кое-где какие-то редуцированные бутоны. А вот тут полноценный бутончик. Вот оторванный. Они как-то не раскрывшись засыхают. Почему, не знаю. Я ее вообще-то поливала. Но нельзя же ее пересушивать. Она любит влагу. Лилии цветут. Вовсю. Вот азиатские гибриды. Беренькая. Не знаю, какая она красотка. Вот эта тоже не знаю, какая. На рынке покупала. А вот эта на рынке купила. Бледно-желтенькую. С конопушками. И ярко-оранжевую. Вот только цвет. И еще под каштаном съедобным, насеянные мышами, тигровые лилии. Вот они какие-то мерзкие мыши. Вот флокс. Чахленько зацвела лаватера тюрингенская. Очень непритязательное растение. Оно может быть и агрессивным, и самосеется. Вот флокс шикарно цветет. Голубоватый такой. Вот это вот со штрихами цвет. На вирусный похож. Ну, это сорт такой белый. Зацветает. Вот в этом году хорошо цветет красненький. Названия, конечно, у меня утеряны. Тут мыши притащили лилию тигровую флороплэна. И флокс. Тоже не знаю какой. Но успех тоже какой-то странный у него цвет. Вот тут вот розовый. Крупный. Ну, каштан закрывает от него божий свет. Вот тут вот темный, более сиреневый и фиолетовый. Вот тут вот фиолетовый. В общем, пора их давно было делить. И роза Нью Даун. А клематис у меня. Хагли гибрид. Гибрид заброшен. И поэтому не цветет. А может не умею я ухаживать. Вот он ползет. Ему некуда ползти. Бутонов нет. С розой Нью Даун переплелся. Цветет каштан съедобный. Он вот каждую зиму подмерзает. На одном из двух выросли грибы. Я обрезала стволик почти до земли. А вот это цветочки. О, в этом году аномальная жара. И много цветов каштана съедобного. Я его купила для еды в магните. Лет уже, наверное, десять назад. И они были хорошие. Вот так вот они цветут. Но каштаны жутко колючие образуются. А внутри пустые. Вот очень цветочки. Интересные, пушистые. Каштаны.